XX, с вами я, Алиса, с канала Белевикс. Спустя долгое время я вернулась к вам с обзором на коллекционное переиздание куклы Monster High 2022 года Фрэнки Штейн Хант Кутюр. Франшиза Школы Монстров возвращается с новым мультсериалом и музыкальным фильмом, который выйдет на Nickelodeon. С 17 февраля Маттел удивляет фанатов бренда Возрождением Линии Кукол и выпускает коллекционных, основанных на базовой серии. Новые коллекционные куклы Monster High Hound Кутюр появятся в виде Дракулауры, Клодин Вольф, Фрэнки Штейн. Исходя из неточного списка релизов, запланированных на этот год, основные персонажи выйдут в новых базовых версиях. Ожидается также черно-белая коллекция, кофин бин, сет кукол Фрэнки и Дьюз, бюджетные фэшн-куклы из Куллектор. Будет ли это перевыпуск или же новые куклы, пока неизвестно. На сайте Маттел Креэшнс Хант Кутюр продаются лишь две в руки, так как куклы коллекционные, цена, к сожалению, дорогая и не общедоступная. 75 долларов за каждую, без учета доставки. Указано, что поставки будут до июня, уже апрель. А куклы, вот, приятная новость. Продажа Фрэнки и Клодин шла по часу, но Клодин не была доступна для приобретения российским пользователям. Однако нам удалось отхватить через знакомого посредника из Европы, поэтому в скором времени ждите и на нее обзор. Коробка куклы Фрэнки Штейн Хант Кутюр в форме гробика под цвет красавицы, черно-лазурный, переливающийся серебристым. Она чуть ниже стандартных. Нам есть с чем сравнивать с первым выпуском базовой Фрэнки 2009 года. Кстати, идет уже 13-й год запуска бренда. Счастливое число не только кошечки Кэти Нуар, но и, видимо, всех Монстр Хай. Коробка красиво переливается. Она запечатана с четырех сторон, так что куколку просто так не посмотреть. На ромбовой накладке изображено название коллекции, герб школы монстров, а также значки, характерные персонажу, сердечко, молнии и черепок. Кукла выполнена в Индонезии, предназначена для лиц старше 14 лет, хотя раньше ограничение было 6+. Вместе с куклой вы получаете подставку для нее, два аксессуара, дневник и сертификат подлинности. Чтобы рассмотреть куклу, гробик скрывается вот таким вот достаточно простым, но долгим движением. Приклеенного коробки остается просто такой вот производственный аромат. Для меня, как для давнего коллекционера Монстр Хай, этот запах особенно приятный и ностальгичный. Спрятанный матовый дневничок находится в кармашке внутренней части коробки за куколкой. «Если найдешь дневник с моей рукой, можешь вернуть мне, пожалуйста». «Спасибо», пишет Фрэнки. Содержание привычное, написанное почерком героини. Для любителей похулиганить есть последняя страничка. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. Сертификат подлинности подтверждает, что кукла была создана благодаря дизайнерам и художникам Мотел. На обратной стороне есть послание от Фрэнки, где написано, что создала ее сумасшедший образ Клео. Бывает, находясь в определенной позиции, некоторые куколки смотрятся красивее в коробке, нежели в раскрытом виде. Надеюсь, это не тот случай. Полюбуемся еще разочек и будем раскрывать. На задней коробке черной бумаги не хватило. Мотел подумал, видимо, «Много хотите для 75 долларов?» Хм, платите больше. Куколка не разочаровала, очень обрадовала. Шарнирчики все хорошие. Коробка оказалась в два раза тяжелее самой монстряшки. Опять-таки же, у каждого моего подписчика своя история с брендом Monster High. И сам процесс вскрытия куклы и осознание «Вот она!» Прямо вот в моих уже руках отправляют на седьмое небо любого коллекционера. Подставка пригодится нам для демонстрации. Ее электрического стиля. Продумано, что крепление прозрачное и едва заметное. Идеально для коллекционеров. Подставка чуть выше стандартных. И на ней гравировка 2008 года. Расческа для волос металлическая под основание подставки. Классическая с черепком МХ. Компактный рюкзачок с изображением молнии. Снизу стилизован под актуальную сейчас кожу. Когда узнала, что в рюкзачок можно по-настоящему что-то положить, попробовала подвинуть застежку сбоку. А оказалось, все дело в незаметной ниточке, которую можно отрезать. Откреплять не буду, так как кукла коллекционная. Ну а рюкзачок можно либо оставить в руке у куклы, либо симпатично накинуть на Фрэнки. От своего папы Фрэнки унаследовала крутую внешность. Поскольку хант-кутюр является тем еще фрики-фьюжн, помимо базовой монстряшки, мне еще пригодится ребутовская Фрэнкиштейн версии 2016 года. Ну и черно-белая Фрэнкиштейн Комикон. Ручки, кстати, очень мягкие и легко гнутся. Шарниры куклы крутятся на 360 градусов. Болты и швы остались на прежних местах, но на шее стали стилизованы под металл. Молд куклы новый, зеленоватого скинтона. После перезагрузки 2022 года у нее крупные глаза, но они все-таки ближе к первому выпуску. За счет прокрашенной радужки глаз взгляд куклы кажется более выразительным, но в меру. Блики в глазах белые. Это три точки, отличающиеся от того, что было ранее. К сожалению, многие Фрэнки страдают кривой печатью глаз, но это не подверглось кошмарам. Контур глаз и подводка черные, бордовым прорисована складка века, тени голубого и нежно-розового оттенков. Прошитые ресницы – самый приятный сюрприз. Они идут пятью пучками по 7-10 волосков. И как бы сейчас сказал мастер по наращиванию ресниц – 5D лисий эффект. Изгиб изящный, выглядит эффектно. Как минимум за ресницы сразу лайк. Брови, как у Брежнева, теперь широкие, заостренные, прокрашенные темно-коричневым и своей формой сильно отличающиеся от прошлых выпусков. Раньше на лице Фрэнки не было румян, но после перезагрузки бренда они не покидают ее счетчик. Розовые румяна очень подходят ей как одной из самых дружелюбных учениц школы монстров и делают ее лицо более игривым и детским. Традиционный шрам на правой щеке остался на месте и прорисован черным. Поворачивая куклу, можно заметить красиво переливающийся серебристый. Пухлые губы окрашены в ярко-красный цвет, который делает акцент на всем образе. На промо-фото у Фрэнки были прямые волосы. В реальности они мягкие, тонкие, пушистые, с завитками на концах. Что лучше неизвестно, однако обладатели куклы при желании могут промыть волосы и выпрямить. Только делайте это осторожно, без использования фена или же утюжка. Прошивка добротная, лысины не прячутся. Волосы традиционного черно-белого цвета, но до голени. Впервые мы видим Фрэнки с такой длиной. Кажется, даже у принцессы Рапунзель волос будет меньше. В ушах куклы крупные серьги металлического голубого цвета. Это знаменитый атрибут героини. В отличие от базовой, у Хант Кутюр черепок потерял бант, но добавились молнии. Они крепятся на блистерах и вынимаются из ушей. Кстати, помимо кукол на сайте Mattel Creations, 2 декабря можно было приобрести сережки, которые вышли в коллаборации с дизайнером Мэйси Уиллен, выпустившим коллекцию одежды к Нью-Йоркской неделе моды. Это пластиковые сережки базовой Фрэнки Штейн, но уже не для куклы, а для людей. У меня уши не проколоты до сих пор, но, честно говоря, за 50 долларов можно найти и более престижные варианты. На голове Фрэнки красуются красивые заколки. С правой для куклы стороны это черная молния с серебристым обрамлением и High Voltage. Всем знакомый, но на этот раз особо пышный высокий хвост волос крепится на черной шипованной заколке. Черненький браслетик с черепком. Детализация одежды и аксессуаров новой Фрэнки впечатляет. Кукла одета в навязчиво шикарную версию своей винтажной школьной формы, но с потрясающим акцентом и деталями, готовыми к подиуму. Костюм многослойный, на липучках и представляет собой интересную конструкцию из ослепительно причудливых деталей. Сверху дерзкая черная укороченная блузка из полупрозрачной ткани. Рукава фонарики. На правой руке изображен черепок, на левой молнии. Голубые манжеты с люрексом и выполнены из той же самой ткани, что и голубой топ. Металлическая портупея серебристого цвета с прорисованными голубыми пряжками. Экстравагантная деталь от кутюр в образе дочери Виктора Франкенштейна. И похожи на ремни, которым привязывали смертников к электрическому стулу. Добравшись до топа куклы, мы видим воротничок. А вот знаменитым галстуком корошек Фрэнки обделили. Кукла завернута, как розов целлофан, только от кутюр. И приятно шуршит. Немного АСМР вам. Клетчатая мини-юбка состоит из нескольких типов тканей. Сеточка снизу, основная ткань в серебристую клетку, кожаная вставка и снова клетка. На юбочке есть имитация кармашков. Юбка формы колокольчик чудесно сидит на талии. Юбочку украшает резиновый трехслойный пояс с молнией и имитацией хаотичных застежек. Открытые длинные серебристые босоножки из мягкого пластика. Они пугающе очаровательны. Каблук является своего рода ручником, через которое подается высокое напряжение. Примечательно, что они подвижны. Вверх-вниз. Френки готовы к казни на электрическом стуле. Напишите в комментарии ваше мнение о ней. Удалось ли возвращение Монстр Хай? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Переходите на мои социальные сети по ссылочкам в описании. И до встречи в новых видео. Ваша Белевикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова